Добрый день, Тюмень и вся Тюменская область! Привет! Вы на канале Тюменское время. Это 21 кнопка на вашем пульте. И если вы случайно сейчас включили нашу программу, задержитесь, останьтесь с нами, вы точно не пожалеете. Сегодня мы, это Татьяна Максимова и я, Константин Фирсов, расскажем вот о чем. Дыши свободно. Вся правда о туберкулезе. Детский кашель. Лечить или не лечить. Опасные игрушки. Каким забавам, не место в детской. Ну, будь здоров, не кашлей. Наверное, каждый родитель желает это своему ребенку. Почему именно не кашлей? Да потому что жалобы на кашель врач-педиатр слышит едва ли не чаще, чем все остальные. Что же такое кашель? Как с этим бороться и нужно ли? Об этом обязательно поговорим сегодня. Но для начала мы попросим вас ответить на один очень простой вопрос. В каком случае вы однозначно не поведете ребенка в детский сад? Вариантов ответа три. Выбирайте наиболее близкие вам. Это температура, кашель или насморк. Опрос проходит в группе Тюменского времени ВКонтакте. Ну и здорово, если вы еще и обоснуете в комментариях свою точку зрения или поделитесь своим опытом. Самые интересные комментарии обсудим со специалистом совсем скоро. Не кашлей. Приступим. Ну а начнем мы нашу сегодняшнюю программу с серьезной проблемы. Туберкулез легких. Одна из самых опасных инфекций органов дыхания. Но почему-то многие родители до сих пор игнорируют прививки и всевозможные скрининги. А значит, подвергают опасности и своего ребенка, и других детей. О том, почему так происходит и как изменить ситуацию, поговорим с нашими гостями. Это психолог областного противотуберкулезного диспансера Наталья Курманова и главный внештатный детский афтезиатор Тюменской области Николай Козлов. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Проходите. Устраивайтесь в нашу уютность студии. Прошу. Добрый день. Ну что ж, заболеваемость туберкулезом в Тюменской области, вроде бы, как мы знаем, снижается. Но, тем не менее, вопросы профилактики по-прежнему актуальны. Почему? Ну, давайте все-таки для себя четко уясним. Заболеваемость, безусловно, снижается. Но чтобы говорить о том, чтобы отказаться уже от массового обследования на туберкулез, достаточно далеко. Если сравнивать Россию с цивилизованными странами Европы, средняя заболеваемость по России на уровне 60-70 на 100 тысяч. Цивилизованные страны Европы – это 3-5 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость детского населения – 12 на 100 тысяч. Мы далеки пока от той ситуации, чтобы совершенно перестать обследовать массово на туберкулез детей. В связи с тем, что в последнее время участились случаи отказов от массового обследования с целью раннего выявления туберкулеза у детей и подростков, мы решили провести, ну, усилить, я бы так сказал, разъяснительную работу среди школьников и их родителей, чтобы, в принципе, отказы не завести до минимума. Единственное, что задача, которая перед нами была поставлена нашим главным врачом, это все-таки в массовости провести эту разъяснительную работу вместе с задействованием подростков и детей, мы все-таки решили, что мы обратимся за помощью к нашему психологу. Потому что информация не должна напугать ребенка. Дети разных возрастов по-разному могут отреагировать на медицинские данные, на медицинскую информацию. Поэтому мы поставили четкую задачу перед Натальей Валентиной, чтобы она четко проработала этот проект, для того, чтобы мы имели возможность дополнительно разъяснять среди детей, школьников и их родителей необходимость проведения обследования в массовом порядке для раннего выявления туберкулеза. Я так поняла, Николай, вы сейчас говорите о проекте «Дыши свободно», так он называется. Вот в Тюменской области, начиная с марта, по-моему, да, проходит проект «Дыши свободно». Вот расскажите нам тогда, Наталья, что это за проект, какие цели, какие мероприятия вообще, что проходит? С удовольствием. Ассоциация фтизиатров в Тюменской области запустила такой проект профилактический, и он больше адресован, конечно, на подрастающее поколение, да, то есть мы хотим сегодня говорить о том, что подрастающее поколение было здоровым. Основные критерии, которые мы преследуем, да, вот первый наш этап был – это мониторинг. Так, когда мы провели мониторинг отказов родителей от диаскин-теста, то выявили, что во многих школах показатели очень высокие. То есть вот если мы говорим, что в среднем по школе, например, 2000 учащихся, да, и среди них 80 человек написали отказ, то мы говорим, что это очень большая зона риска. Это уже много, да? Это очень много. И у нас в Тюмени есть такие школы? У нас в Тюмени выявилось 6 школ, и сейчас вот мы заходим с проектом и объясняем, разъясняем родителям в первую очередь, да, что это за вообще диагностика и почему она так актуальна. Значит, вот эти школы, которые были выявлены, там есть, вот если мы говорим численность населения, вот дети от нуля до семи лет, это 91 тысяча по городу Тюмени только, да, то 91 тысяча населения – это вот по школам школьники от 8 до 17 лет. И среди них выявилось у нас почти 2000, то есть 1927 человек. Вот это вроде бы как бы кажется небольшая цифра, но на одну школу это очень много. И те школы, которые у нас в этом проекте сейчас задействованы, то есть они очень активно сотрудничают. Сегодня у нас вот состоится вечером родительское собрание в лицее номер 81. То есть это очередная наша, выход, наш очередной. В рамках как раз проекта проходят вот эти собрания. В рамках проекта сегодня, да, мы вечером выходим вот в школу. То есть вы работаете и с родителями, и со школьниками, и как еще проходят? Сам проект, он начался с того, что мы провели мониторинг. Мы выявили целевую аудиторию, с кем мы будем работать. Дальше у нас наш модуль номер один – это вообще психогигиена школьника. Модуль номер два – это маршрут здоровья для родителей. И модуль номер три – это здоровье сбережения самих педагогов. Но у нас сам этап реализации этого проекта, он начался как раз с третьего модуля. Мы вышли на педагогов. Педагоги – это связующее звено, и они, конечно, вот больше всего заинтересованы. То есть через них медицинский работник осуществляет доступ до родителей. Естественно, что сейчас родители имеют свои представления о заболеваниях, о прививках. И нам очень важно, чтобы информация была актуальна, доступна не из трубы интернета, а из форумов. Да, конечно, от профессионального врача-эфтезиатра, который вживую вот так вот объяснит, разъяснит и даже в частном порядке проконсультирует. Педагоги осуществляют контроль. То есть мы разъяснили, что у вас есть группа детей, да, это 30 ваших подопечных. Да, значит, из них кто-то у вас отказывается. Вы прекрасно понимаете и знаете статус семьи, вы знаете, что здесь может быть действительно группа риска. И чтобы педагог владел информацией и смог до родителя донести правила. То есть поговорить с родителями, убедить в том, что надо провести диагностику. И для чего это надо. И для чего это надо. Наталья Альтина пришла ведь не с пустыми руками, у нас уже заставлен стол. И я думаю, это все любопытно, чтобы заинтересовать наверняка и самих школьников. Ну, это вот я сейчас немножко продемонстрирую, но я сейчас хотела бы объяснить, что дальше. Наши вот этапы, да, у нас этап следующий родители и следующий уже выходят на школьников. Вот как раз вот как мастер-класс, да, то есть у нас дети, может быть, ну, скажем так, смутно представляют, что это заболевание. Ну да. Мы подготовили, наши специалисты, нашего диспансера, они подготовили вот такие симуляционные материалы. Вот это вот муляж легких, да, то есть здесь мы выходим с этим наглядным пособием, мы объясняем. И вот так вот мы, вот это вот вообще детский конструктор, но мы его завизуализировали для того, чтобы вот было понимание, как выглядит примерно эта палочка. Палочка сама очень микроскопическая. Палочка Коха, я так понимаю, да? Палочка Коха, да. Это микобактерия, которая... Вызывает. Да, она у нас передаётся воздушно-капельным путём. Сама по себе вот во внешней среде она не, допустим, не опасна, но как только она попадает через глизистую вовнутрь, то есть она в течение целого года может блуждать по организму. То есть если ребёнок, иммунитет ребёнка достаточно силён, то он спокойно справляется с этим. Если же чем-то ослабим, то она спокойно закрепляется и чаще всего закрепляется вот в лёгких. То есть мы вот так вот визуализируем, что эта палочка может вот так закрепиться, да? Дальше она начинает развиваться. И вот именно вот в периверальной области она... Вот тоже муляж, да, у нас. Она может... Вот это что означает такое? Вот это вот был муляж, который, скажем так, среда, в которой развивается эта палочка, да, и как она со временем может выглядеть. То есть она как плесневое образование, которое... Выглядит очень неприятно. Да. Это вы мягко говорите ещё, Татьяна. Да, то есть вот это вы демонстрируете, во что превращается внутри лёгкое организм, когда там вот эта палочка. Ну, часть лёгкого, да, скажем так, не всё лёгкое, но часть лёгкая. То есть это действительно визуализация такая. Вот это вот вообще, честно говоря, мы на детей вот с этим пока не выходим, потому что мы... Это, наверное, родители. Да, взрослые, да, потому что для человека они должны понимать, с чем мы идём. С детьми это немножко в другом формате, это просто игра. То есть вот это вот всё, оно и включается, а вот это всё показывается, да. Ну и дальше у нас даже очень многие взрослые и на родительских собраниях, и вообще среди педагогов мы тоже показываем. Вот это вот сделали наши специалисты рентген-кабинета. Так. Вот это у нас, да, в виде как игры. Вот попробуйте, пожалуйста, найти патологию на этом снимке. Можно почувствовать себя доктором. Да, сейчас вы вот в роли доктора. Что за завидной революальностью делают родители. Я вижу лёгкие. И очень многие, даже взрослые, не всегда готовы ответить на вопрос, для чего делается флюорография вообще. То есть здесь такая маленькая дырочка, Татьяна. Маленькая дырочка. То есть они дают вот такой вот... А здесь такие слишком большие дырочки, которые прям вот в обоих лёгкие. Всё понятно. То есть вы объясняете, а сколько времени вообще будет идти этот проект, как он будет развиваться? Вот этот проект у нас рассчитан на год, на один учебный год. Это только в Тюмени или вы выйдете ещё в регионы, на область? На сегодняшний день наш проект, он очень активно масштабируется, потому что есть запрос и с районов. Конечно, я думаю, да. Есть запрос и в афтезиаторов, и города Ишим, да, вот сейчас, и Нижнятов, да, и Ирково. То есть все подключились. О, сколько работы. Все просто, да, действительно. Но на самом деле каждый врач-акфтезиатор, он всё это знает, и он действительно может это объяснить. Самое, наверное, актуальное и самое уникальное в этом вопросе, что есть возможность задать прямой вопрос и получить конкретный ответ от врача-акфтезиатора, от специалиста. Не в интернете, где-то кто-то там сказал, и кто-то сказал, что да, ладно там. То есть вот это вот очень важно. Николай, всё-таки скажите, хочу к вам обратиться. Вот сейчас у нас аудитория, это и родители, возможно, бабушки, дедушки, школьников и просто других детей. Обратитесь к ним или скажите нам, почему всё-таки не стоит отказываться от скрининга, от ранней вот этой диагностики? Почему это так важно? Кашель. Ну, наверное, я просто приведу цифры. Каждый, кто в состоянии их оценить, поймёт. Каждый год мы берём в регистрацию и лечим с активными формами туберкулёза около 40 детей. Подавляющее большинство детей на самых ранних стадиях выявляем именно с помощью средств иммунодиагностики кожных тестов. То есть и другие кожные тесты. И если бы мы этого не проводили, то эти бы дети выявлялись бы несколько позже, с абсолютно запущенными формами болезни, когда, к великому сожалению, мы не могли бы добиться полного излечения этой болезни, и эти бы дети бы составляли определённый слой детей с инвалидностью. И ведь они бы могли заражать и других детей? Это, безусловно, следующий огромный вклад. Мы всё-таки говорим об инфекции. И эта инфекция, она заразна. К великому сожалению, заразность этой инфекции достаточно высока. И поэтому, безусловно, выявляя на ранних стадиях, когда нет никаких клинических проявлений, мы препятствуем дальнейшему распространению инфекции среди наиболее уязвимых слоёв общества – это дети и подростки. По подросткам очень сложная ситуация вообще. Не только в Тюменской области, но и в России. Подростки, к великому сожалению, пока на одном и том же уровне держат заболеваемость. Их крайне сложно, но по большому счёту, прогнозировать, потому что их социальные контакты, и это не только имеется в виду социальные сети, в контакте, они колоссально широки. Где они проводят своё свободное время и с кем они в этих свободных местах общаются, – это порой не знают даже родители. Пожалуй, я думаю, выводы сделают, в общем-то, сами люди, ведь все, в принципе, в состоянии. Честно говоря, я после вашей речи в лёгком оцепенении нахожусь. Не надо бояться, Константин, мы будем просто надеяться, что благодаря просветительской работе, и в том числе и этому проекту «Дыши свободно», который проходит у нас в регионе, большее количество людей всё-таки будут понимать важность и проходить обследования, скрининги, не будут их игнорировать. Во всяком случае, мы очень на это надеемся. Мы тоже. Да, вам спасибо за разговор большое, удачи вам, до свидания. Ну, а мы сейчас прервёмся на небольшую рекламу, друзья. Будьте с нами, потому что дальше будет ещё интереснее. Смотрите далее. Детский кашель. Что опаснее – бездействие или чрезмерное лечение? Детский кашель.